Здравствуйте, мои дорогие гости, подписчики канала Солька на 6 сотках. Но несмотря на то, что на нас уже Новый год, мы всё-таки задумываемся о тех сортах, в частности томатов, которые мы посадим. И вот я всё-таки решила разобраться со своими семенами и показать всего вот этого огромного обилия, из такой огромной коллекции, которая у меня сложилась за несколько лет, что уже я всё-таки выберу. Хочется посадить всё, и сложнейший выбор, что сажать. Поэтому я вот так разбила на группы черри, крупноплодные, среднеплодные, бикалоры. И вот прямо по группам я буду выбирать, что я сажаю, что я оставляю. И вот сейчас я вам расскажу о нескольких гибридах, которые я выберу и которые я постоянно сажаю. О сливовидных томатов, о коктейльного типа томатов, о черри и, наверное, о бикалорах. Это первая часть будет темы, что посадить в 2022 году. Итак, вот я начну. Самая ближняя пачечка, которая у меня лежит, это гибриды. Вот Евпатор я сажаю уже несколько лет. И, наверное, буду сажать его ещё очень долго. Мне он очень нравится. Он вяжет плоды в любую погоду. В этом году была аномальная жара. Не осыпалось ни одного цветочка. И большой плюс с тем, что он вообще ничем не болеет. Он устойчив и к фитофторозу, и к кладоспориозу. Не болеет. На вкус, вот вы видите, у меня пакетики, они разные. Хотя всё-всё-всё совершенно одинаковое. То есть кто-то из них, похоже, что не настоящий. Вот этот вот, я его сажала самым первым. Предыдущие три года. Они были покрупнее. Плоды в зелёном виде были просто практически белые. И покислее. Но ни тот, ни другой, ещё раз повторю. Не болели. А вот эти были помельче. Вот этого белого оттенка у зелёных томатов не было. Какая-то автология получается белые и зелёные. Но кто его выращивал, он меня поймёт. И плоды были очень сладкие. Вот просто сладкие. Кто из них настоящий? Но вот мне понравился вот этот. Вот похоже, что это какая-то подделка. Судя по пакету, пакет такой дешёвый. Не чёткий, не яркий. Вот посмотрите. Видите, насколько цвета отличаются. А вот эти, они хоть в картинке чуть-чуть отличаются, но плоды в них были одинаковые. Ну и интуиция благовест. Этот мне не понравился. Откидываю сразу. Интуицию можно посадить. Кистевой томат тоже хорошо завязывает плоды снизу до верху, несмотря на жару. Итак, я из этой серии выбираю Евпатор. Теперь сливовидные для засолки, для вяления. Все они хороши. Все не очень урожайные, вкусные. Но из этих трёх вам рекомендую Каспар Гибрид. Очень урожайные, очень красивые. Тоже хорошо завязывает плоды, не осыпается в жару. Теперь томаты коктейльного типа. Вот я рассказываю тех, что я сажала, что я знаю. Конечно, сортов на самом деле много, но все просто невозможно посадить. Ни тот, ни другой я не сажала. Я сажала вот этот вот шоколадный грушек. Красивый такой биколор, но на вкус кисловатый и не очень был урожайный. Вот в этом году по кустику попробую медовые бананы. Мне кажется, они будут очень вкусные. Немножко камера меняет цвет, они вообще оранжевые. Ну и завидный холостяк. Теперь черри. Черри, честно говоря, не люблю. Эту мелкую помидорку. Но любят дети. Поэтому один кустик будет у меня. Изумрудный самоцвет, урожайный. Тоже хорошо завязывает плоды, но у нас зеленые не пошли. Он вкусный. Но не хотят у меня есть. Поэтому я вот его один раз посадила и в засолку клала, и на стол. Ну, почему-то остается. А вот черри рубиновые пальчики очень красивые, очень урожайные. Тоже вам рекомендую. Но, наверное, черри у каждого есть свои. Черюшки очень много этих сортов. И поэтому, наверное, не стоит какой-то сорт навязывать. Просто рассказала, что есть что. Теперь еще бекалоры. Бекалоры. Это вот у меня, который я сажала. Там от Амурский тигр и денюшка. Денюшка великолепный. Гибрид. Очень вкусный. Урожайность у него такая средняя. В жару он у меня немножко посыпался. Но вот его вкус. Размер где-то грамм 300. Такая крупная помидорка салатная. Помидорка с тонкой кожицей. Еще раз повторяю. Невероятно красивая, невероятно вкусная. Обязательно посадите. Причем я даже брала семена. Несмотря на то, что это гибрид. Ф-2 вполне сохраняет качество своего прародителя. И вот Амурский тигр тоже красивый. Есть еще полосатый шоколад. Почему-то они... Такое ощущение, что это сорта двойники. Они вообще совершенно одинаковые. То есть или тот можно посадить, или этот красивый. Но я не в восторге. Я его в этом году сажать не буду. Есть другие бекалоры. Довольно-таки вкусные. Теперь сорта открытого грунта. Кто сажает... Вот я вам порекомендую посадить томат Талалихин. Он на вкус, конечно, это не десертный. Это такое больше универсального назначения. Можно и салат порезать. И в засолку, и в маринад. Куда хотите. Можно даже на кетчуп. Он очень урожайный. Такой вот забытый сорт. Хотя зря этот томат забыт. Я даже не могла найти семена. Поскольку он такой неразрекламированный. И я считаю, что он незаслуженно потерял вот такую популярность. Наверное, потому что просто вот у нас сейчас пошла мода на бекалоры. А томат очень хороший. Очень урожайный. И еще хочу показать то, что я никогда не посажу. Это вот эти вот томаты. Таринская красавица желтый. И Нина. Вот они похожи. Отличаются по цвету. Ребристые томаты. Но у них середина пустая. Даже вот на картинке на Нине вы видите пустоты. Но кто фарширует, они, наверное, подойдут. Середина жесткая, грубая. Вот эти мне не понравились. От мязиной, богатырь, малиновой. Тоже какое-то ни рыба, ни мясо. Да еще без семянка. С пустотами внутри тоже не посажу. Банановые ноги. Ну, уже, по-моему, все знают. Еще вот тут нет монгольского карлика из той же серии. Популярно, но совершенно никчемный сорт. Что тот, что другой. Это банановые ноги. Невкусный, жесткий, волокнистый. Даже в засолке мне не понравился. Совершенно остался таким же. Но очень красивый, очень урожайный. Листопад. Я вообще не дождалась. Сорт мязиной. Висело-висело что-то зеленое. И в конце концов было с зеленым сорвано. И так не созрело. Просто потихонечку начало гнить. Где-то кусочек там прозавел. Попробовала кислый, как лимон. Запомните, листопад. Есть аналог лунгкипер. Вот они очень похожи. Лунгкипер я не сажала. Но вот один в один. По внешне, по весу, по всему. И бурый медведь. Вкусные. Но даже сорвать невозможно. Все вот в руках лопси. Какая-то вот каша. Срывать зелеными. Я пробовала. То же самое. Лежит, созревает и вот расползается. Вот эти сорта я не посажу. Потому что это половина сюжета. Половина рассказа о семенах, которые я буду сажать. Это в 2022 году. Обязательно посмотрите плейлист. Томаты от А до Я. Там не только советы по пикировке, вращиванию томатов. Но есть описание других сортов. Видео, которое я снимала. То, что я сажала в 2021 году. В 2020 году. И вот прямо обзор был по теплице. Как эти вот все сорта выглядели на кусту. Ну что ж, делаем второй части. Пока-пока, мои друзья.